Мы, то есть наша компания, избавились от физического офиса за много лет до пандемии COVID-19. Просто однажды мы поняли, что нам так легче и удобнее. Поэтому, когда объявили локдаун, то мы, с точки зрения организации работы, этого почти не заметили. Поэтому в сегодняшнем видео я поделюсь с вами восьмью хитростями, которые помогают лично мне сохранять максимальную эффективность, работая из дому. Это своего рода лайфхаки, которые проверены годами. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор этой книги «Методология Одизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности или развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые интересные, а главное полезные видео. Прежде чем мы перейдем к хитростям, позвольте некое общее замечание. Работа издому требует гораздо большей собранности и дисциплинированности, чем работа из офиса. Потому что в офисе сам стиль работы, атмосфера тебя как бы организует, а дома наоборот. Мало того, что никто не организует, так есть еще масса отвлекающих факторов. Жена, дети, домашнее животное, холодильник. В этом смысле работать издому сложнее. Но есть и масса плюсов, которые зачастую эти недостатки компенсируют. Вы можете подстроить свой рабочий день под свой биологический ритм. Вы очень экономите время на поездках и так далее. Если из этого предисловия вы обратили внимание на слово «самодисциплина», то тогда можем идти дальше. Итак, номер один. Обустройте ваше рабочее место на максимуме ваших возможностей. В офисе это сделать зачастую сложнее. Вы приходите на готовый стол, стул и компьютер. А дома зачастую вы можете сделать тонкую подгонку всего этого под себя. Главное, как мне кажется, это кресло. Потому что несет ответственность за ваше самочувствие. Я сейчас нахожусь в Испании. И после невероятно долгих поисков я остановился вот на таком кресле фирмы Steelcase, которое я купил по скидке где-то примерно за 250 евро. И я очень доволен. Другим мелочам тоже уделите внимание. Это клавиатура, экран и так далее. Сегодня мое рабочее место выглядит примерно вот так. Номер два. Установите границы. Найдите правильную устраивающую всех ваших домашних систему границ, которая поможет вам сосредоточиться на работе. У меня в этом смысле просто. Если я работаю в наушниках, то меня лучше не трогать. Я сосредоточу. А если без, то можно. Это просто и это работает. Номер три. Это распорядок дня. Это должно быть нечто просто святое. Это тоже связано с дисциплиной. В офисе у вас был распорядок дня. Вы приходили и уходили в одно и то же время, в определенное время. В определенное время у вас был обед, планерки. Дома делайте то же самое. Чем лучше вы будете выполнять тот распорядок дня, который вы сами себе установили, тем легче вам будет даваться та самая самодисциплина. И это, если хотите, первый и самый простой шаг. Номер четыре. Спорт и перерывы. Как это ни странно, но при работе из дому спорт и перерывы еще более важны. Почему? Опять же, отвлекающих факторов больше и дисциплины должно быть больше. А значит, энергии и самочувствия должны быть на максимальном уровне. Введите спорт в свое расписание. У меня сейчас так. Час спорт в парке перед домом с утра. И примерно час вечером прогулка возле моря. Благо я сейчас живу рядом с морем. Два часа в день это много. И не каждый себе может это позволить. Пусть у вас будет меньше. Но важно, чтобы это было постоянно. Номер пять. Правильное использование технологий. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что сейчас главный инструмент для работающего на удаленке это зум. Зум требует определенного этикета. Например, вам будет психологически легче, если все будут общаться с включенными камерами. Если камера будет качественной и освещение в комнате тоже. Это незаметно. Это работает на подсознание. Но чем лучше вы читаете мимику лица ваших коллег, а не вашу, тем ближе зум-встреча к реальной. Поэтому не соглашайтесь на выключенную камеру и сами не предлагайте этого. Ой, я сегодня не накрасилась, я с утра выгляжу плохо. Да? А если бы ты пришла в офис? Ты бы накрасилась или бы надела маску на лицо? Не позволяйте себе такие отговорки и не позволяйте их своим коллегам. Номер шесть. Некоторые советуют работать только на рабочем месте. Не согласен. Если есть возможность менять рабочее место с пользой для вашего настроения и энергии, то это прекрасно. Поскольку я опять же живу в теплой стране Испании, я могу себе позволить взять ноутбук и поработать на террасе, или в гостиной, или даже на диване. Хоть диван в основном не лучшее решение. Разве что ненадолго. Номер семь. Некоторые советуют одеваться дома, как на работу. У меня по этому поводу работает только верх. Поскольку я консультирую через Zoom, то рубашка и галстук присутствуют почти всегда. А вот нижняя часть, ну тут вы догадываетесь, тут штука индивидуальная. Если рабочая одежда вам помогает в организации и дисциплине, то почему бы и нет. Номер восемь. Работа из дому часто приносит чувство изолированности. И это правда. Особенно если ты в другой стране, как я. Поэтому для восстановления нормального уровня гормонов счастья, а ведь они вырабатываются еще и от общения с теми, кто для тебя дорог или просто приятен, планируйте такие вот вылазки с друзьями. Планируйте это отдельно. Чем лучше спланировать, тем лучше будет реализовано. Вот мои топ-8 такие. Проверено годами, проверена работа из Испании. А какие хитрости применяете вы? Напишите мне в комментариях. Мне будет очень любопытно прочесть, а зрителям этого канала ваш опыт наверняка будет очень полезен. Ну и друзья, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие, или просто больше узнать про работу института Одизиса, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. А если вам понравился этот ролик, то не забудьте наградить его лайком. А чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных, а главное полезных видео на этом канале, то кликните на кнопку подписаться и на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...